Будничное утро для жителей Приморской столицы началось, как и любое другое, в суете и сборах. Вот и исполняющий обязанности главы Владивостока не отстает от горожан. Олег Гуменюк еще в январе обещал регулярные отчеты и выезды на стройки раз в месяц. И пока в правдивости его обещания сомневаться не приходится. Под личным контролем и у главы стройка нового детского сада, недалеко от Океанской и Спутника. Здесь у нас будет сад на 240 мест. Сад именно предназначен для микрорайона, на котором мы находимся, это улица Маковская. Он здесь нужен и это очень будет хорошо, что у нас будет и ясельная группа. Сад будет запущен в этом году и примет первых посетителей наших прекрасных деток в ноябре месяце, даже может быть чуть раньше. Стоит отметить, что участок находится рядом с лесным массивом, что обеспечит детям чистый воздух и хорошие экологические условия. В нем предусмотрено 12 групп, спальни, музыкальные, спортивные залы, пищеблок, медицинский кабинет. Пока в будущем саду вместо детского смеха звучат лишь перфораторы да отбойные молотки, но это временно. Есть во Владивостоке детский сад, где улыбки малышей вновь можно увидеть. И не в последнюю очередь, благодаря усилиям городской администрации. В детский сад номер 42 Олег Гуменюк приехал, чтобы поздравить персонал с открытием, а попал на целую экскурсию. Все оборудовано уже для приема детей, то есть мебель, игровые модули также закуплены, коровое оборудование. Также сделаны эвакуационные выходы на первых этажах, как вы видите, я уже проглавляю. В торжественной церемонии открытия детсада приняли участие исполняющие обязанности главы города Олег Гуменюк, депутаты спикер городской думы Андрей Брик, родители будущих воспитанников, а также другие гости. В числе гостей оказались не только представители городской администрации, дети и родители. Своё искреннее мнение выразила и бывший директор 46-го детсада Людмила Корицкая. В 2017 году она передала садик, построенный ещё в 77-м, на баланс муниципалитету. Обладатель звания заслуженный учитель школы, женщина рассказала об истории детсада и своём вкладе в сохранность учреждения для будущих поколений счастливых детей. Я поехала в Горану и сказала, я вам его передам, подарю только в том случае, если оно будет бюджетным. Чтобы вот это добро, что сделано годами, пускай оно остаётся детям. Мы до чего живём? Ради детей. Что самое дорогое у человека, у родителей? Его ребёнок. Сегодня дошкольное учреждение готово к приёму детей. Больше года ушло на приведение детского сада в порядок. На это из городского бюджета было выделено 30 миллионов рублей. В детсаду установлены новые двери, отремонтированы спортивные танцевальные залы и пищеблок. Олег Гуменюк в своём выступлении подчеркнул, что детский сад станет не только замечательным учреждением дошкольного образования, но и даст возможность многим родителям выйти на работу. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом.